Великие открытия 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 Получаю коды, загадки Открываете и Филинбург То есть 3-5 человек, собственно, и есть та команда Которая должна быть Должна быть А в конце какой-то приз В финале для тех, кто окажется Самым ловким, быстрым, умным, сообразительным У нас есть приз Для команды непосредственно То есть команда, которая пройдет Быстрее других Это набор Музыкальных айподов Соответственно, плееров И есть еще супер-приз Мы ввели такую позицию Назвали там travel-журналист То есть человек, который не просто пойдет по музеям А напишет еще об этом Какой-то небольшой текст, комментарий Выложит фотографии То есть, собственно говоря, что же он открыл Это самый лучший текст, самую лучшую подборку фотографий Будет достаточно большой приз Но мы пока не раскрываем Но он будет точно Что вы с собой сегодня принесли? Что это за экспонаты? Одна из площадок, через которую пройдет Это игровой квест Это площадка как раз Краеведческого музея Где вот буквально завтра Откроется уникальная, интерактивная для России Выставка искусства путешествий Ее особенность в том, что она собиралась В течение практически года Собиралась жителями Екатеринбурга Которые рассказывали истории Участвовали в мозговых штурмах Создавая концепцию выставки Вот вы сейчас в руках держите пингвина Вот, вот, я держу его как мы Вот этого пингвина привез из Антарктиды Евгений Михайлович Виноградский Это почетный гражданин Екатеринбурга Его называют «Золотой ледоруб», «Снежный барс» В общем, человек с огромным количеством титулов Покорявший многие восьмитысячники планеты И в частности, они путешествовали в Антарктиду Где открыли ряд новых вершин Покорили их И на мировых картах теперь Они имеют русские имена Благодаря людям, живущим в нашем городе Пингвина подарили полярник А что у меня в руках? А у вас в руках две книжки Итальянского коммуниста Франка Гита В 1991 году команда ребят с Екатеринбурга На парусных ктомаранах стартовали с села Кауровка И отправились они в Барселону От Кауровки до Барселоны? Да Потрясающе Они дошли, а когда они шли мимо Малипарских островов В итальянском Это группа итальянских островов Они, соответственно, совершенно случайно Наткнулись на одном острове На коммуниста, который, наверное, всю жизнь ждал русских И обрадовался Да Он как некую миссию их воспринял Они побывали у него в гостях Вот эта книга 1991 года А потом вот Валентин Синельников Который нам передал в 2010 году Побывал еще раз там Это вторая книга Только Екатеринбург или область тоже может участвовать? Города области какие-то будут принимать участие в этом квесте? В этом квесте принимают 4 города участие Это еще Невьянск Это Ирбит Это Нижний Тагил Там пройдут немножко другие дни То есть там накануне Ночи музея В 15-го пройдет Невьянск И в Тагиле В 16-го в Орбите В завершающей 17-е в Екатеринбурге Все это на сайте Еще раз Как звучит сайт? Quest2014.rf Ну что, спасибо вам большое, Сергей За то, что вы пришли к нам в гости Рассказали об интересном и увлекательном квесте Великие открытия Который случится в Ночь музея Сергей Каменский был у нас Ну что, прямо сейчас, я думаю От коммуниста, который ждал и танцевал танго Перейдем прямо непосредственно к танго В нашей рубрике активность И посмотрим, как же научиться танцевать этот потрясающий танец Продолжение следует...